В области сформируют единую онкологическую службу. На базе областного диспансера номер 2 в ближайшее время закончится техническое переоборудование. Так, в распоряжение врачей уже поступило несколько дорогостоящих аппаратов для диагностики раковых заболеваний. Подробнее о материале Екатерина Ковальчук. Это первый и пока единственный по всем онкологическим учреждениям региона магнитно-резонансный томограф. Ежедневно на нем проводится до шести исследований. Подключили к МРТ и новую программу. Благодаря такой электронной версии о результате исследований можно узнать буквально через сутки. Исследовательскую лабораторию начали переоборудовать еще в конце прошлого года. Технику приобрели у отечественных производителей. Закупить иностранные аналоги не успели, в стране ввели санкции. Специалисты говорят, российские аппараты ничем не хуже зарубежных. И теперь пациенты могут пройти все анализы, необходимые для диагностики и лечения раковых опухолей в одном кабинете. Оборудование очень хорошее, работает хорошо. Сегодня мы запускаем в работу уже анализатор свертывающей системы крови. Надеюсь, что скоро на этой неделе будем уже делать и исследовать систему гемостаза. Помимо того, что мы делаем уже гематологические исследования и биохимические. Сегодня в области на учете стоит 60 тысяч онкологических больных. Ежегодно злокачественные опухоли выявляют в среднем у 9 тысяч жителей региона. Качественные быстрые исследования позволят короткие сроки выявить заболевания на ранней стадии. Для этого, по словам министра здравоохранения, в ближайшее время будет введена новая онкологическая служба. Она включит в себя как единую базу онкопациентов, так и дистанционное прохождение исследований. Замкнутая система, замкнутый общий регистр всех онкологических пациентов. И, возможно, лечение назначать может специалист не только в конкретном лечебном учреждении, а может это делать дистанционно, что очень важно. Например, всякие бывают форс-мажорные обстоятельства. Для того, чтобы оборудование не простаивало и работало, все необходимые расчеты по дозе облучения, необходимые лечебные мероприятия могут быть разработаны специалистами из другого учреждения. Закупка оборудования и модернизация помещений в областном диспансере стала возможной благодаря участию в федеральной программе. Из госказны было выделено 456 миллионов рублей. Свой вклад внес и областной бюджет. Эти деньги пойдут на ремонт помещений, где будет установлено новое оборудование. В этом году в рамках реализации национальной программы совершенствования медицинской помощи в этом помещении будет установлен компьютерный томограф и оборудование для подготовки к лучевой терапии. Денежные средства на их приобретение были выделены из бюджета страны. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.